привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить игру внутренняя тьма предыдущей серии мы опять проспали 4 дня абсолютно не помни себя поэтому наш герой фил во все большем ужасе от происходящего сейчас нужно я думаю позвонить артуру и узнать у него как дела вообще он позвонит не за когда закончат с этим телефонным номером понятно так ну ладно давайте осматриваться может теперь хотя бы ты телефон возьмешь а ой не телефон вернее так сообщение новых нет я не хочу не хочу х может теперь хоть пистолет возьмешь после всего что произошло я бы забеспокоился странное видение какое-то было у нашего персонажа он видел как тащил по коридору какого-то то ли убитого то ли оглушенного человека не говоря уже о самих снах которые просто не очень здоровые надо отметить так что же нам делать тогда отлично сейчас еще погоди он и звонит отлично город и где ты был я тебя несколько дней не могу найти да да все хорошо просто я был немного за понятно говард постарайся не попасть в беду ладно не волнуй что-то голос оборвался кстати я нашел адрес который ты просил человека зовут эдвард браунбелл ты может о нем слышал этот старый дурак живет в роуле городке на северо-востоке от велсмота 200 лет назад в этом местечке были беспорядки там даже правительству пришлось вмешаться был настоящий хаос местные пуритане тогда сожгли немало домов почему ну из-за какого-то слуха о колдовстве и прочих примитивных предрассудках то время город называли волстон форбар но после тех событий его переименовали в роуле отлично спасибо за информацию арту всегда пожалуйста кстати а тебе зачем понадобился мистер браунбелл я слышал что он не очень-то ладит с другими людьми или ты все еще занимаешься расследованием нет это по личному делу спасибо ладно до встречи так да припоминаю я слышал какие-то слухи об этом месте до того как построить было странное маленькое здание и некоторые люди говорили что именно поэтому здесь и построили особняк а рыбаки удящие неподалеку рыбу утверждали что иногда в особняке гасят огни а в здании мерцает необычный свет словно посылая кому-то неведомые сигналы когда я был маленьким мне было очень интересно что там происходит узнаем город узнаем браунбелл живет в хиллстоуне а хиллстоун это подожди должно быть подожди а чё волстон написано судя по тому что сказал мне артур волстон старое название города который сейчас называется роли там находится особняк эдварда это он вне всяких сомнений ну ладно как скажете так пойти у меня пока ничего нет хорошо еще с одной точкой определились это у нас дом ивара в принципе можно двигаться волстон но насколько я знаю сейчас мне лучше отправиться в домик ивара и помните у нас там письма были на которых я не мог найти зацепки теперь мне нужно в туалет окей пойдем это что такое что что это за дрянь кто делал это в моей ванной горшок с непонятным веществом это не мое и я не знаю кто это сюда поставил печально это все у меня есть ощущение что это ты сам и поставил у тебя крыша уже капитальным образом едет говард и эти видения мне нужно поскорее избавиться от этой штуки свидание ну офигеть да да говард во что ж ты в лес да нам можно уже двигаться вот сюда но пока что мы идем сюда у нас еще есть тут те письма на чердаке если конечно нас пустят в этот дом дождик пошел плохо хотя для англии привычно мне этот дом почему то в игре меньше всего нравится дом кларка страшнее а это какой то уродливый просто так возвращаемся сюда просматриваем все письма по очереди так нет не в этом вот она значит человек по имени джон дэнни будет появляться в доме мистера браунбелла мне нужно отправиться туда надеюсь там никого не будет понятно так они имели ввиду не этот дом а дом браунбелла что они выселяли оттуда так вот с этим были вопросы значит эбэ это эдверд браунбелл как говорил артур еще тут было а б где-то ну да должно быть без всякого сомнения это его инициалы и так не подсказали что нужно вы не думайте что я такой умный до этого всего сам дохожу я неоднократно уже заявлял что я пользуюсь подсказками людей чтобы не стревать на каждом месте поэтому кто же еще называл эрдварда старым дураком мне подсказывают так у нас есть еще где-то скрытая подсказка здесь но что именно обычным путем ну ладно насколько я знаю этого будет достаточно теперь нам нужно вроде как в дом филда как они выселили интересно особым способом может это он в подвале тут в домике кларка есть еще одна какая-то секретная комната насколько мне сказали и там нужно нам побывать в этой серии но где она там находится я ума не приложу честно говоря у нас была тут комната подожди у нас вот тут комната была закрыта это подперта с другой стороны подперта не поддается а там у нас в этой просторной зале была запертая комната вот она тут ключ хорошо вы нашли секрет офигеть это же было достаточно логично по моему проверить все комнаты в доме кларка имея ключи так ну что давайте по порядку все исследовать начиная двери по часовой стрелке пентаграмма какая-то странная стеклянный предмет офигеть описание колба сказал бы блин ну колба же есть клуба стеклянный предмет а ложку чё назовешь железный предмет идиоты это гроб какой-то что ли снова призраки спустя три недели гробокопатель появился на городском кладбище вновь но кладбищенский смотритель грегор томас вновь ему помешал томас считает что это был тот же человек что и в прошлый раз на этот раз он был более осторожны пытался копать в ночной тьме при свете одной единственной свечки кларк не ты ли это был мистер азимов блин это прям какое-то собрание фамилий всех и имен всех фантастов всех писателей комиксов говорю ужасов айзек азимов кларк это тоже хороший фантаст ну говард это есть говард артур есть ладно неважно мистер азимов сведений касающихся истории дома у меня немного большую часть информации я получил из писем которые были спрятаны в тайнике думаю их писали предыдущие владельцы дома странно то эти письма никогда и никому так и не были отправлены они просто хранились в секретном месте возможно они должны были быть доставлены при определенных обстоятельствах я хочу обратить ваше внимание на то что я узнал на это из этих писем если вы взгляните на сад из окон верхнего этажа вы увидите что невысокие каменные платформы образуют узор обычно случайные наблюдатели не обращают на это внимание это заметно лишь обладателям некоторых обладающим некоторым эзотерическими познаниями низкие каменные платформы круглой формы размещены в каждом углу прямоугольной стены сада структуры соединяющие эти платформы с одной с домом проходит по высокой запущенной траве и похоже на узкие каменные дорожки если смотреть на них земли я был расстроен тем что так долго не замечал этого расположения и лишь когда я его заметил я понял почему стены сада толще и насколько выше обычных мои изыскания показывают что дом был построен в 1786 году на месте странного каменного здания с колоннами возможно древнеримского происхождения это строение было не по душе местным жителям и они утверждали что она скверняет окрестностей по данным некоторых письменных источников это древнее здание было уничтожено а фундамент дома закладывался тайно и по ночам нет никаких данных о том кто построил дом или жил в нем в 1895 году он был куплен иммигрантом из германии в 1896 году он попробовал пристроить к дому новые секции восстановить старые но это реконструкция не была доведена до конца из-за внезапного отъезда владельца после этого дом некоторое время пустовал это все что я смог о нем узнать о доме ходит немало слухов я хотел бы остановиться на нескольких из них говорят что даже если в доме всего один житель то все равно до него доносятся шаги и разговоры нескольких человек также говорили что видели в доме зажженные огни и слышали звуки отвратительных гимнов этот слух разошелся довольно широко другой слух об огромных мотыльках которых можно увидеть вокруг дома во время солнечных затмений интересно что в доме также ходит легенда о гигантских существах которые напоминают мотыльков и крадут новорожденных детей из колыбелей офигеть народные легенды всегда меня интересовали я бы солгал если бы сказал что не боюсь возможной правдивости этих слухов по моему мнению наиболее интересный слух тот который утверждает что у дома всегда был владелец в нем все время кто-то жил и он никогда не стоял пустым но этот слух обычно не обсуждают очевидно эта тема очень пугает людей поскольку некоторые факты я не могу сообщить в этом письме нам стоит встретиться и поговорить с глазу на глаз я вступил во владение после этого немца иммигранта и намерен продолжить реставрацию которую он не завершил я планирую закончить ремонт в течение нескольких месяцев придерживаясь оригинального облика дома слишком хорошо известно зачем строились дома такого типа и почему они должны оставаться неизменными и противостоять изменениям времени до новой встречи до о ладно отвратительная находка прошлым вечером на заднем дворе дома номер 15 на улице Уинн-стрит старого района в Нордвуд офицером Е. Форджем из Виллсманского полицейского управления была сделана отвратительная находка он заявил прессе что услышал слабый но резкий крик а также звук словно на заднем дворе кто-то упал на землю когда офицер подошел на задний двор он обнаружил множество маленьких куч земли вокруг никого не было но было заметно что в некоторых местах двора недавно копали когда офицер Фордж разгреб одну из куч руками он с ужасом обнаружил в ней множество скелетов животных а также недавно эксгумированный человеческий труп с кладбища Хилл считалось что дом пуст но предварительное понятно что-то темная история в этом доме темная история вернее в этом районе не только в одном доме тут хватает проблем что у нас тут а вот чем подперта эта дверь так вот что не дает открыть дверь в гостиной это эти значки напоминают буквы но я первый раз вижу такие символы язык не незнаком в этой урне есть какой-то прах или пыль даже не хочется думать что это такое ладно алхимические приборы старинные книги не ожидал я здесь найти такое так ну хорошо свечка зажжена к чему бы это сколько она так могла прогореть учитывая что уже давно хозяин умер так неужели тут ничего не возьму да похоже на то что это за дым отвратительно невыносимый запах и что же мне с тобой делать так это что ух какие черти интересно так непонятные рисунки письмо брат все большим беспокойством я начинаю понимать что моя особая работа и предметы необходимые для нее начинает привлекать внимание я пишу тебе чтобы предупредить что ты можешь оказаться в подобном положении не так давно я начал изучать самые старые заброшенные кладбища в этом районе но везде я чувствую на себе любопытные взгляды и это несмотря на то что все эти места безлюдные находятся вдали от населенных мест будь я моложе я показал им цену этого занятия к сожалению я уже не молод те кто меня преследуют очевидно составляют часть организованного движения я должен отклонить твое приглашение как ты знаешь этот дом хранит немало тайн и поэтому я должен оставаться в нем я убрал все оборудование разрушил деревянный сарайчик на заднем дворе который служил лабораторией все остальное что никогда нельзя видеть я закопал далеко отсюда во тьме ночи я занес внутрь все лабораторные инструменты и оставил их в одной из комнат дома как так будет безопаснее это привлечет меньше внимания думаю оставить все шторы закрытыми хотя это вызовет еще больше вопросов ты проводишь аналогичные исследования поэтому тебе стоит принять те же меры предосторожности береги себя ДО понятно все похоже на так и что еще тут может быть тут у нас ничего с колбами тоже все не очень понятно понятно знаете а это из самой первой начальной заставки помните когда там мемуары были персонажи именно в этой комнате он писал свои странные записи делал опять этот знак опять этот знак так ну ладно что-то совсем темная история пошла что у нас тут вот эти пентаграммы странные рисунки неразборчивые надписи куча непонятных камней ну ладно ну ладно занимался тут делами какого хрена шесть офигеть так, ну что все тут похоже полку осталось проверить похоже наш герой поехавший был ну то есть не наш герой, а Кларк наш герой-то уже давно поехавший это уже очевидно так, блин это-то что такое может не сюда шаг сделать а нет, отсюда я посмотреть не могу ну что, так, тихо что это такое там было? что-то я заметил это что-то у него на голове такое? а нет, ничего к сожалению применить нам никак не дают так, ну и все нужно выходить отсюда похоже что ж это было довольно познавательно теперь мы поняли чем занимался Кларк ну как поняли по крайней мере какая-то ясность и честно говоря у меня подозрение что мы больше не вернемся в этот дом потому что все что могли мы в нем сделали хотя у нас еще на втором этаже есть комнатушка давайте сходим туда тоже закрыто и тоже, я думаю этим ключом откроется а, подожди у нас ключ пропал нет, значит не сможем открыть так, ну что сюда в саду располагается древний особняк и странное здание которое было построено задолго до него вокруг этого места и у его обитателей ходят самые разные слухи красиво управление дайте пожалуйста мне все так, это выход куда пойти давайте сюда попробуем думаю, эта дверь ведет ко входу в особняк мне нужно найти то древнее строение о котором говорилось в письме то есть сюда мне нельзя да ага что тут очень большой сад так, ладно так, ладно надеюсь надеюсь она не заперта надеюсь она не заперта похоже сегодня у меня удачный день парадная дверь не заперта да уж удачный проникновение не со взлом конечно что это за статуя там африканская судя по всему опять же интересная статуя африканский туземец проводит ритуал хорошее кресло вот такое бы мне кресло только фиг такие найдешь так, ладно осматриваемся потихоньку что у нас тут ничего а тут подожди изящная вещица и все лапна так, какая-то странная дверь надо отметить тить так похоже это эта дорога нас куда-то приведет похоже фонарь измазан грязью протереть его нечем что за бумажка лист бумаги на нем записаны какие-то цифры не вижу 287 хорошо так, ладно тут похоже все фонарик запомним что у нас тут такой вообще вообще мне интересно что за той дверью там еще одна дверь была что это было что это было что это было хорошо 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 так сюда мы похоже пока не попадаем да может мне сдвинуть как-то тебя можно что за паник что за паник у тебя говард тут постоянно движуха нездоровая что ж так тяжело дышь ух ты винтовая лестница окно слишком грязное через него ничего не видно нужно найти тряпку протереть это окно и протереть фонарик так похоже что так похоже что на да это окно тоже слишком грязно красиво вот это вот по-настоящему красивая комната представьте вот такую ой блин просто представлю уже хорошо что у вас есть такая башенка в ней такая вот комнатушка в которой эта комната весьма впечатляет тут у вас и телескоп и кресло чтобы почитать книжки какие-нибудь посидеть вон с бутылочкой чё это вино наполовину пустая бутылка наполовину полная надо сказать пессимист маска я такую уже видел очень старый журнал дату выхода разобрать невозможно ватная гитара а так какой там код был 287 287 287 отлично сундук не заперт хорошо а в сундуке у нас в сундуке у нас что это такое фрагмент знака из сундука еще фрагмент знак из сундука ладно я не совсем понял для чего они нам дети диса дети диса были одним из самых значительных культов тайно существует действовавших в средневековом мире точные сведения об этом культе отсутствуют поскольку культ занимался эзотерикой и имел особый обряд инициации кроме того после его адептов не практически не осталось письменных текстов за исключением нескольких петроглифов их происхождение не ясно но ученые полагают что это наследие древней религиозной системы при обладании изображений символа глаза который считается главным символом этого культа указывает на то что у культа было много последователей в 1752 году усилиями французского археолога Армана Райне информация о детях диса стала широко известной Райне предположил что культ поклонялся хтоническому божеству и что это божество как ясно из названия древнеримский бог диспатер или патер предметы и петроглифы которые он смог найти в процессе своих раскопок подтвердили эту мысль и его точка зрения широко поддерживается и сегодня в наши дни в свете некоторых находок сделанных при раскопках у подножия Нордфордской горы и в пещерах в той же местности стало ясно что члены культа в своих обрядах использовали галлюциногенные вещества как это делалось в процессе эллифских таинств в ходе большинства раскопок были обнаружены медные деревянные чаши найденные в пещерах петроглифы носили цветные изображения чего-то вроде религиозных обрядов обычно на этих петроглифах изображены группы человеческих фигур с чашами которые танцуют или играют на примитивных деревянных или роговых музыкальных инструментах похожие ходы были найдены в нескольких пещерах Нордфордской горы они представляют собой часть невероятно сложной системы пещер которые сегодня находятся под защитой для проведения дальнейших археологических изысканий описание религиозных традиций и уклада жизни культистов не было обнаружено ни в одном из документов правительства духовенства или путешественников но дети Диса все же упоминаются в некоторых рукописях несмотря на то что мы не можем быть уверенным и в достоверности этих рукописей мы упоминаем их здесь чтобы читатель мог сравнить изложенные с ними в них с результатами археологических раскопок при исследовании рукописи видно что авторы концентрировались на религиозных убеждениях и практиках культа для кого-то культ был сборищем проклятых богов богом колдунов для кого-то группы анархистов плетущих заговоры против существующего порядка и образа жизни в обоих случаях можно понять что дети Диса вызывали у людей сильный страх время от времени культ сталкивался с серьезными попытками уничтожить его в том числе и с привлечением вооруженных сил однако даже этих попыток было недостаточно для полной победы над сильной религиозной группой лишь в некоторых письменных источниках содержатся под подробности религиозных традиций обрядов детей Диса некоторые из этих источников представляют собой лишь предвзятые наблюдения сделанные издалека или просто записи рассказов третьих лиц интересная информация содержится в одном рукописном тексте который датируется 16 веком в этом рукописном источнике созданном судя по всему священникам упоминается незаметно подсмотренный обряд свидетелем которого он стал в тексте описывается поведение 25 человек которые собрались вокруг дымящей ямы в глубокой пещере безлунной ночи сначала группа в течение некоторого времени монотонно повторяла какие-то фразы не имевшие никакого смысла для наблюдателя после чего ее члены съели смесь из каких-то неизвестных ингредиентов и начали дикий ритуальный танец под аккомпанемент невидимых барабанов какое-то время все они вели себя словно пьяные некоторые пытались ловить какие-то невидимые предметы а другие ужасно кричали это описание доказывает употребление галлюциногенных веществ во время таких безымянных празднеств и ритуалов после этого наблюдения указывает что барабаны умолкли и группа начала монотонно играть на каких-то музыкальных инструментах сходных с теми что были обнаружены в ходе раскопок затем наблюдатель сообщает что он больше не может быть уверен в том что он увидел он пишет что из ямы чадящий дымом появилось нечто что он не может описать нечто что заставило его подумать что тьма этой первобытной пещеры обманывает его зрение некая тварь черный силуэт подобной змее ударилась о каменный свод пещеры и спустила в ужасающий виск после этого автор пишет что не стал дожидаться того что будет дальше и поспешил покинуть это место так быстро как только мог больше подобные рассказы нигде не встречались и сравнением установить достоверность изложенного выше нельзя но считается что описанное в тексте действительно имело место поскольку археологические находки это подтверждают петроглифы чаши и музыкальные инструменты ну нифига себе значит что-то действительно есть да но объемы текста в этой игре конечно поражают воображение картина непонятно дорогой друг сейчас я на вокзале уже через несколько часов прибуду к месту назначения это небольшая деревня расположена в лесу я много о ней слышал и после этого я отправляюсь в океане и что самое важное я нашел несколько деревянных статуэток такие описывал вольфганг шнайдер в том тексте что я добыл перед началом путешествия полагаю что это подтверждает подлинность его работ я уверен что в этих статуэтках есть спрятанные тайники я нашел крышки но не могу открыть или снять их в тексте шнайдер говорится о том что в тайниках хранятся компоненты для какой-то особой смеси я очень устал и хочу вздремнуть прежде чем я снова примусь за тексты я уже говорил как трудные они для понимания в любом случае я все расскажу в следующем письме до встречи Лоус Нолдер ну собственно непонятно что делает здесь письмо Лоусу Нолдера во-первых а во-вторых те статуэтки про которые он говорил мы их уже открыли в предыдущей серии или в этой серии в предыдущей по моему уважаемый мистер Браунбелл в скорости я отправляюсь в заграничное путешествие и скорее всего еще долго не вернусь мне нужно посетить несколько мест и проверить сделанные мной предположения это очень важно для меня к сожалению у меня сейчас недостаточно времени чтобы подробно объяснить вам причины подтолкнувшие меня на поездку но я понимаю что такой умный человек как вы поймет что это связано с тем что я рассказал вам несколько недель назад вы понимаете мое смущение я не могу выразить шок постигший меня когда я увидел этот особенный символ на мокрой каменной стене древних руин которые я следовал во время моего последнего дела символ который я уже давно видел в самых своих страшных кошмарах пергамент который нелегально попал ко мне в руки две недели назад сыграл главную роль в моем решении отправиться в путешествие этот пергамент написанный предположительно Вольфгангом Шнайдером содержит подробную информацию о его пресловутых ужасных идеях которые он напоминал и в других своих работах некоторые части этого загадочного документа очень для меня важны среди прочего я планирую пустить страны Австралии и Океании или Океании? Океании больше я пока ничего сказать не могу потому что и сам до конца не знаю куда приведет меня путь мне придется принимать решение на основе загадок и предположений прошу простить меня за это сумбурное письмо я буду часто писать вам во время своей поездки удачи вам Лоус Нолдер Лоус Нолдер похоже тесно контактировал телескоп направленный в небо с этим стариком контактировал похоже очень и очень плотно странная статуя хорошо я так понимаю это помещение прекрасное просто они использовали как кладовку вандалы и в принципе знаете что давайте мы на этом имя композитора не читаемое на этом прекратим эту серию в следующей продолжим исследовать данную локацию она надо сказать очень красивая очень интересная и судя по всему мы уже приближаемся к развязке потому что история начинает выстраиваться во что-то более-менее осмысленное не знаю сколько серий нас ждет серий 5 возможно серий 10 но к концу мы достаточно близки надеюсь вам нравится с вами был Артур увидимся в следующей серии всего хорошего пока 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 в следующей серии субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok